Итак, добрый день. Аудит канала врача по спортивной медицине. Сейчас посмотрим, дадим советы, расскажем, как бы сделал я, чтобы было правильно, как бы сделать его более понятным, более интересным. Все мои рекомендации носят исключительно характер рекомендаций. Я могу ошибаться, я человек, но, как показывает практика, в большинстве своих случаев я оказываюсь прав, и люди говорят мне спасибо. Надеюсь, и за этот аудит вы также скажете мне спасибо. Поехали. Итак, поделим на три аудита. Первый сделаем визуальный анализ, то есть мы проведем анализ визуально, как я вижу канал. Второй это сделаем анализ юзабилити, это посмотрим удобство его, понятие, как потом, как зрителю понятен. А третье это сделаем такой технический анализ оптимизации, где проведем и укажем на основные ошибки. Итак, друзья мои, поехали. Визуальный анализ нашего канала. Начнем с логотипа. Медстав, окей, да, в принципе, нормальный логотип, понятно, что какой-то врач, какая-то медицина, какой-то чемоданчик, в принципе, все понятно. По баннеру, по баннеру здесь у меня большие-большие претензии, наверное, или вопросы. Почему? Потому что здесь я бы с самого начала помог зрителю понять, что это за канал. И согласитесь, было правильно, да, там, как бы если мы хотим нести информацию в массы, там, да, там, как бы поставить, допустим, врач по спортивной медицине, то есть, объяснить сразу, что это, там, да, там, допустим, как бы, чем занимается, там, этот врач, там, да, какие, там, допустим, советы, как стать, то есть, как бы, если стоит цель популяризации этой профессии, да, и рассказать о себе, как у человека, который занимается тем, что ездит на соревнования не в качестве спортсмена, а в качестве медработника, врача, помогающего, оказывающего помощь спортсменам перед тренировкой, после тренировками, или, там, для того, чтобы тренировки прошли хорошо, соответственно, как бы было понятно и здесь. И чтобы я добавил, вот у вас здесь, смотрите, подробнее нажимаем и смотрим, да, вот здесь. Темы, которые затронуты на канале. Спортивная медицина, тейпирование, фармакология, физиотерапия, там, в спорте различные тяги и другое, да, сюда добавить было, чтобы в шапке было понятно, чтобы в шапке было, ну, опять же, что разместить на баннере, я вам дам вот такой вот ролик, можно посмотреть в нашей школе видеоблогеров, и здесь расписано, что должно быть на баннере для канала и как правильно здесь это все сделать. Ролик будет, просто зайдете в нашу бесплатную школу, ну, давайте на примере, вот, наша школа, и видите, в школе здесь, помощь в созда... То есть, видно, что человека ждет в школе. Чеки, инструкции, листы, мастер-классы, обратно от практики. Понятно здесь. Следующее, обложки. С обложками здесь немного, как это называется, нет единого стиля, но, может быть, это и хорошо. Почему? Потому что, как бы, здесь они информативны, и это уже здорово. То есть, здесь уже автор канала, там, несет, как это, посылку из Алиэкспресса, тут понятно, как бы, с обложками. Но я бы, наверное, попробовал посылку, какая обложка, какая из обложек, получает больше CTR. Да? Чтобы было понятно, как бы, с большего и убрал бы эти обложки, допустим, вот, видите, кинезиотипирование. Да? Я даже такого слова не знаю, первый раз слышу. Ну, вот, но и писать его не надо, потому что, смотрите, вы... Ошибка в обложках то, что вы дублируете, да? Здесь написано, атлетическое жесткое тейпирование пальцев. И здесь на обложке то же самое. Обложка – это баннер вашего ролика. А под обложкой должно быть уточнение. А у вас дублирование, да? Обзор сумки и здесь обзор сумки, да? Вот. Я бы, например, чтобы было. Здесь у нас обзор сумки на этом, да? В описании, то есть, почему я, почему врачи выбирают такие, там, удобные сумки, да? И, там, чем удобны сумки для спортивного врача. То есть, вот, чтобы было понятно, потому что, когда мы пишем обзор сумки, мы-то думаем, что люди знают, что это канал спортивного врача, но когда этот ролик отдельный, то кажется, что какая-то девушка на поле для гольфа или для футбола делает обзор чемодана. Понятно, да? То есть, как бы здесь должно быть усиление. И, опять же, здесь у вас стерилизация инструмента, а здесь вот стерилизация в работе спортивного врача. Тут уже более-менее хорошо. Но тут вот обложки не должны дублировать. Тут понятно. Ну, медиа-упаковка, у вас, я так понимаю, вот она есть, или это? Что входит в медиа-упаковку? Смотрите, вы должны, слово «должны» плохое, не люблю, но лучше всего вы хорошо было бы, если бы вы, как вот сейчас у меня идет внизу, там, допустим, кто это, там, это Александр Некрашевич, там, допустим, преподаватель школы видеоблогеров, либо, там, основатель школы фриланса. То есть медиа-упаковка, она показывает нам, кто или что это за человек, который нам это рассказывает. Например, вот вы здесь говорите, вот у вас один, да, сборная России, там, под джидо. Ну и вот такая упаковочка есть. Но это, как бы, наверное, не ваше, как бы, с большего. Ну, все, опять же, про то, что, как бы, посмотрите ролик про медиа-упаковку, что это такое медиа-упаковка. Может быть… А что же такое, сборашка или же им? Это долго, двадцать шесть минут. Я не буду сейчас тратить ваше время на это, просто посмотрите этот ролик, внизу он будет под этим видео, посмотрите и, возможно, вам будет полезно понять, что такое упаковка. Итак, визуально мы с вами прошлись по логотипу, по баннеру, по шапке канала, по обложкам и по медиа-упаковке. Переходим к анализ юзабилити. Что это означает? Это насколько нам понятно сам по себе канал. Первое, это название канала. Вот согласитесь, что не все знают, что такое слово медстав. Не все. А если бы вы здесь назвали, дополнили там, да, условно, например, канал врача по спортивной медицине. Было бы, или там какой-то бренд свой, или там свое имя там, да. Ну, просто, чтобы в названии заходить по ключевым словам. Почему? Потому что, когда мы смотрим медстав, мы можем зайти, вот, допустим, да, и видим, ну, только нас. А почему мы видим только нас? Потому что с большего люди так не ищут, да, то есть запросов по медстасу особо нет. А давайте посмотрим по каналу спортивного, спортивный врач. Надо все всегда тестировать. Вот, да, там пошел спортивный врач, там, да, еще спортивный врач, еще спортивный врач, там, да, еще спортивный врач, там, какие-то советы, там, пятое-десятое. То есть, как бы люди часто ищут, вот, допустим, спортивный врач, там, да, мифы, там, о, там, вот, опять я. Вот. И вот только здесь вы находитесь, понимаете? То есть, здесь большего, как бы, я бы назвал канал, допустим, как бы, как вариант то же самое, вот очень хороший, там, как вариант, один день врача по спортивной медицине, там, да, один день из жизни врача, там, да, или, там, врач. То есть, надо подумать над названием, но, опять же, как придумать. Вот вам ролик. Это не то. Секунду. Вот. Как придумать название для канала, здесь тоже это все есть. Дальше смотрим. Главная страница. По главной странице у нас здесь должно быть не интересные каналы, а у нас на главной странице должны быть плейлисты. И лучше поставить их в ряд вот так. То есть, главная страница, допустим, в нашей школе, видите, встречающее видео здесь. Потом у нас здесь, получается, идет плейлист, там, допустим, для спонсоров. Потом еще плейлист, потом еще плейлист, потом еще, еще, еще. Потому что это главная страница. То, что вы максимально можете показать, там, в этом формате. То есть, я бы сделал не все плейлисты в ряд, а сделал бы каждый плейлист, просто у вас тут немного ваших плейлистов, у вас тут их четыре штуки, да, пять. Пять плейлистов, соответственно, как бы я бы поставил их так вот, раз, два, три, четыре, пять и там все видео. Интересные каналы ставить сюда, ну, так себе история, у вас вот здесь есть вкладочка, называется каналы, вполне себе хватит. Следующий момент плейлисты. Я очень рад, что у вас плейлисты разбиты, подписаны, вот здесь, как они, вот, но минус в том, смотрите, то, что он был обновлен пятнадцатого года назад. Старайтесь обновлять плейлисты вашими видео и постоянно держать их в тонусе. То есть, здесь сегодня обновлено, там, да, а прошлый, допустим, был обновлен. Ну, и опять же, у этого плейлиста описания нет, потому что вы, вероятно, поленились немножко написать, там, да, вот. Пишите всегда описание, там, допустим, не мешайте, там, не тревел блогера, там, да, а как вот, как я провожу свое время, там, да, в этом формате тоже будет хорошо, там, ну, как бы интересно, то есть, пишите, 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 здесь тоже пишите, то есть, начали хорошо, с плейлистами надо, то есть, плейлисты индексируются и идут хорошо, как категории на сайте. О канале. Здесь, в принципе, хорошо, о канале, там, да, описание, но я бы, наверное, еще сюда поставил бы автора, там, да, я врач, там, по спортивной медицине, там, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам и делюсь с вами, там, ну, то есть, как бы больше личного, да, в этом формате было бы хорошо. Ну, с соцсетями, там, у вас инстаграм мы прописали, сюда поставили, все тут есть, все предельно понятно. Следующий блок, это техническая оптимизация. Здесь у нас немножко прихрамывает, например, давайте посмотрим. Как я говорил ниже, ну, или выше, мы можем название видео должны у нас быть какими-то кликабельными и понятными, то есть, они должны усиливать обложку. Семьдесят процентов идет на обложку, внимание, и потом название видео усиливает, да, то есть, дополняет. Поэтому не надо дублировать, а название видео можно сделать кликабельными, допустим. Посмотри обзор сумки, да, как стать, то есть, узнай, как стать врачом сборной России, там, да, вот. Посмотри, что я беру с собой на обычную тренировку, там, да, или, там, допустим, здесь мастер-класс, как сделать аппликацию солнышко, то есть, должно быть такое, то есть, должен быть призыв, как, что, то есть, вот если вы не призываете врачика смотреть, или, там, переходите, или, там, то есть, должны быть такие заголовки, как шаблоны названия, у нас есть пятьдесят одна идея для привлекательного заголовка, если вы будете это использовать в своей работе, будет вам счастье и удача. Дальше поехали. Теги видео, ну, с тегами, как вы понимаете, у вас, как стать врачом сборной. Вот вы, вот ваши, и при этом, смотрите, теги видео, это, чтобы вам было понятно, семьдесят процентов ваших тегов видео надо писать про видео, двадцать процентов это писать про канал, ну, там, канал, там, как название канала, там, да, теги канала, а десять процентов это вашего личного бренда. В данном случае у вас теги видео, спорт спортивный врач, это правильный, спорт неправильный, спорт это общий тег, да, опять же, тейпирование спортивных докторов, там, потом, вот, места, канал места, то есть, это теги канала, а не теги ролика, их надо ставить вот сюда, а вы дублируете их здесь, ну, то есть, он уже теги канала, допустим, спорт, ну, я бы убрал, наверное, спорт, потому что уже такой, общего класса тег, вот, и я бы не делал это, да. Опять же, смотрите, тег вакансий, он сюда не подходит. Я не знаю, почему, сюда писать, там, допустим, вакансии, карьера, сюда подходит, допустим, как стать врачом сборной, там, да, что делает врач сборной, там, что делает спортивный врач, такие вопросы, да. Опять же, ну, слово врач и медицина, сюда тоже не подходят, как карьера, как и диплом, и обучение. Это такие общие теги, которые не относятся к самому видео. То же самое касаемо, допустим, других там, да, там, допустим, давайте посмотрим, к примеру, обзор сумки. Окей. Вот, обзор сумки, ды-ды-ды, спортивного врача, да, там, типа, и там, что, вот, сумка, рюкзак, там, ну, и смотрим теги, да. Опять же, спорт, спортивный врач, то есть одинаковое, что там у вас, ну, только здесь немножко меняется, там уже добавляется бренд сумки и сумка врача. Оборудование, рюкзак, новинка. Поймите, теги – это ключевые слова, по которым бы вы хотели, чтобы ваш ролик находили. Вы действительно будете конкурировать со словом «сумка» в Ютубе или со словом «новинка»? Я думаю, нет. Дальше переходим. Теги канала. Все предельно просто. Теги канала у вас спортивный врач, как стать спортивным врачом, спортивный врач, кто это, там, да, то есть спортивная медицина, спортивная фармакология, спортивное тейпирование, спортивный доктор, правильно, там, да, вот, как бы, не надо дублировать эти слова на латинце, то есть на английском, смысла нет, да, вот. И бренд, допустим, медстав, хватит. Канал медстав уже не надо, да, чтобы было понятно. Теги канала, их может быть там восемь, ну, максимум, там, десять штук. Опять же, отсылаю вас к видео, теги, теги канала, оно у нас хорошее, понятное. Теги к видео канала. Вот, посмотрите, это видео, не помните, час двадцать, и вам будет все предельно просто и понятно. Дальше, смотрим. Конечные заставки и подсказки. Видео прошло. Все стоит. Стоит конечная, ну, у вас нет, нет. Ну, вот он, да. Спасибо за просмотр. Какая-то есть, но, может быть, вам так и заходит. Мне, все-таки, посмотрите, медиа-упаковка будет, может быть, проще. Ну, и последний блог, последний блог – это комментарии. С комментариями у вас беда, и вот почему. Ну, давайте посмотрим, там, вот у нас шесть дней назад. Вы записали видео, у вас комментарии. Здесь вы ответили, видите, а здесь нет. Старайтесь оставлять комментарии, вот сразу, когда выходит видео. Здесь нету. Давайте, какой-нибудь, где у нас есть просмотров. Ну, вот. Тепирование пальца. Отлично, да. Смотрите, тут у вас комментарии пошли, вы ответили, даже вступили в диалог с кем-то, да, там, вот, поговорили, там, все такое. А здесь нет, да. Спасибо информацию. Ну, поставили вы лайк, напишите, рада быть вам полезной, да. Почему? Потому что сам по себе Ютуб, он учитывает, всегда учитывает вашу активную работу с подписчиками. Это очень и очень важно. Друзья мои, я рад, что помог вам, показал небольшие ошибки, небольшие недочеты. Если вы справите хотя бы треть этих ошибок, то ваш канал будет ярче, интересней и информативней. Спасибо за заказ. Спасибо за внимание. До свидания.